Из республиканской больницы начинает поступать первые сведения о состоянии здоровья Михаила Николаева. Сообщается, что Михаил Ефимович в сознании активно интересуется положением дел. За здоровьем первого президента ведется наблюдение посредством телемедицины лучшими специалистами в области. Напомним, что сегодня первый президент Якутии Михаил Николаев был доставлен с Андрейсом из Вилюйска в Якутск с предварительным диагнозом «устрая сердечная недостаточность». Медики оценивают его состояние как стабильное. Сейчас состояние Михаила Ефимовича стабильное, стабильно тяжелое. Он поступил, как вы знаете, с явлениями сердечной недостаточности на фоне той хронической патологии, которая имеется. Проведены все диагностические мероприятия и интенсивно проводятся все лечебные мероприятия. Он в бодром состоянии духа, в сознании, в достаточно стабильном настроении. Поэтому сегодня, а сейчас проходит еще дополнительный консилиум, связываемся с федеральными клиниками. И при необходимости, естественно, будут проведены телемедицинские консультации. И если будет необходимость, будут приглашены специалисты, те, которые в свое время проводили хирургические вмешательства Михаила Ефимовича. То есть сегодня все находится под контролем, и надеемся, что все будет хорошо. Вы сказали, что в бодром расположении духа он общается? Да. Он общается, он улыбается, он разговаривает. Он сейчас снова говорит о тех проблемах, которые у нас есть. Забочен высоким уровнем абортов. То есть Михаил Ефимович, даже сейчас, находясь вот в таком состоянии, он все равно политик, он государственный деятель. Он при диалоге ставит те злободневные задачи, которые у нас сегодня есть. Всегда о заботе о населении. Егор Борисов лично держит на контроле состояние здоровья Михаила Николаева. Об этом он сообщил у себя в социальной сети. Ситуация непростая, есть подозрения на некоторые осложнения. Однако руководитель Якутии уверен, что Михаил Ефимович преодолеет это испытание и в скором времени встанет на ноги. Если потребуется, подготовят спецрейс в Москву и привлекут всех медицинских светил страны, отметил руководитель Якутии. По его информации, консилиумы по состоянию первого президента будут проводиться каждый час.